Я на самом деле знаю много людей, кто не любит джин в чистом виде, но в коктейлях пьют его просто вот, очень даже замечательно. Но если вам не нравится чистый джин, очень хорошая вещь это ароматизированный. В моем случае это 4 пинг джина, розовых джин с малиной, с клубникой и вот со всеми ягодными темами. Я приветствую вас на канале Миксдрин, коктейли, напитки, домашний бар и все те вещи, которые вы сможете попробовать, сравнить абсолютно спокойно и безотлагательно. Итак, сегодня у меня 4 джина. Два из них российских, два из них английских, два из них с повышенной крепостью 45 и 43 алкоголя и два 37,5. Это Брум и это Гринлз, но все-таки я хочу их разделить по географическому расположению. Это Россия и это получается Англия, Великобритания, Уайтли Нейл. Я пробовал ароматизированные версии этого джина, они на самом деле мне нравятся, ну если честно напоминают какие-то такие ликерчики. Гринлз пробовал только белый и он был на самом деле очень неплох, как конкурент тому же Гордонсу, тому же Бифитеру 40% очень даже неплох. Джинтл и Брум я считаю одними из самых лучших российских джинов, которые можно найти. У каждого своя специфика, у каждого своя ценовая категория. То есть Джинтл это 1300, ну собственно по акции, но вот именно эту цену для него я считаю прям идеальную. Плюс этот джин самый крепкий, 45. Оригинальная версия джина Джинтл 47. И вот именно розовый джин еще в продаже не встречается. Но, насколько мне сказал официальный представитель бренда, скоро будет. И ценник у него конечно будет примерно, ну что-то около базовой версии. То есть 1900 за белый ценник и 1300 собственно по акции Брум. Так же как и базовая версия стоит от 1300 до 759 по акции. Что тоже повсеместно и встречается много где. Единственное, что розовая версия у нас встречается именно в версии Брум. Встречается только в сети лента. У меня этот джин разливала жена. Что она сказала по своим ощущениям? Самый приятно ароматно пахнущий, самый вкусный, тот что единственный ей прям впечатлил, это вот эта вот фиолетовая версия. Самый ягодный, это получается джин в полосочку. И, ну вот о чем я конечно беспокоился, но собственно не знал. Скорее всего, вот этот вот белый, красный, это джин Whitely Nail. Потому что он единственный в цветной бутылке, несмотря на то, что он написан Raspberry Gin, он не подкрашен. Ну, ладно. Как бы все равно абсолютно без какой-то предвзятости продегустируем и конечно сравним эти джины. Все, можно дегустировать. Пожалуй, фиолетовый у меня будет последний, чтобы он сильно не перебил своим ароматом. Ну и начну, давайте вот с этого. Ну, слушайте, пахнет малиновым вареньем. Либо малина перетертая с ягодами. Да, с нотками джина. Легкий можжевельник, вот эта елочка. Какие-то пряности, специи, все это ощущается в аромате. Коричневый. Здесь ягод гораздо меньше. Здесь больше именно джина. Но приятный, то есть хороший джиновый аромат. Отлично. Полосочку. Ну, я бы не сказал, что он самый ягодный. Да, пожалуй, мягкий. Да, пожалуй, приятный. Он здесь самый, наверное, яркий. И больше всего красителя в этом джине. Не, ну приятно. Спиртуозность не чувствуется, можжевельника мало. Хороший такой вполне себе джин. Фиолетовый. Ух, ничего себе. Какой насыщенный аромат. Именно насыщенный, именно мощный. Именно прям очень сильно парфюмерный. Но здесь на самом деле больше я чувствую ежевику. Малину. Бубль-гум. Ну, такой. А так напоминает ароматизатор или вкус детской зубной пасты. И если это будет джин, то я, конечно, разочарован. Он, конечно, сильно выбивается вот среди этих джинов. Очень мощный аромат. Очень. Здесь и мята. Здесь и эвкалипт. Здесь и малина. Спиртуозности не чувствуется. Можжевельника, ну, я бы сказал, немного. Нет. Действительно очень ароматный. Это просто джин. Хороший, хороший, ароматный, вкусный джин. Легкие какие-то цветочные ноты. Ну, на самом деле рисковат. Я бы сказал, что он с повышенной... То есть у него крепость вот такая прям. Алкоголя чуть больше бы. В чем хотелось. Алкоголь очень сильно чувствуется. Вот сейчас он стал немножко спиртуозный. Малиновые вот эти вот все цветочные ноты. Они выступают. Но резкий, конечно, резкий. Очень сильно резкий аромат. Приятный, вкусный. По аромату мне нравится. Но слишком спиртуозный. Этот, пожалуй, стал самый тихий, самый спокойный. Да, ягодный. Да, елочка. Но спиртик также выступает. Давайте начнем. Наверное, нет. Вот с этого я не хочу начинать. Потому что я все-таки думаю, что это White Linail. Самый неподкрашенный. У него 43 градуса. Чуть напоследок вот эти два образца ставим. Начну, наверное, вот с этого. Более джиновый, более приближенный. Ух, какой мощный вкус. Мощный, жгучий. Да, спиртуозный. Да, резкий. Обволакивающий. Здесь очень много действительно джина. Чувствуется вот какой-то цветочно-джиновый аромат. Это прям джин-джин. Он сухой. Он мощный. Он крепкий. И у меня есть подозрение, что это самый мощный сегодняшний наш образец. Это джин-джин, потому что это прям такой резкий удар под дых. Нет, хорошо, хорошо. Мне нравится. Спиртуозность чувствуется и во вкусе, и в аромате. Не знаю. Пока мне нравится. Все отлично. Полосочку. Ну вот, на его фоне становится жидкий. Вкуса мало. Да, есть легкая малинка. Много спиртика. Слабенький. По вкусу гораздо слабее. Вот насколько вот этот мощный. Ну, вернее, по аромату он достаточно спокойный. То есть, не такой резкий. Как я думал, по вкусу гораздо мощнее. Но посмотрим. Сравним еще с остальными образцами. Я почему-то думал, что этот будет менее спиртуозный, чем вот эти два. Спирт чувствуется. Он водянистый. И вот, если честно, достаточно водочный. Давайте беленький. Я почему-то думаю, что это Whitey Nail. Чем грешат вот все ароматизированные версии, кроме белой. Что они такие вот кисленько-сладенькие. В аромате так и осталось малиновое варенье. С нотами елочки. На вкус. Но сладенький джин. Вообще сладенький. Приятное малиновое варенье. В сочетании с алкогольной основой. Этот вот у меня розлив английский. Whitey Nail со вкусом малины. Но у нас уже в продаже есть сладкая настойка Whitey Nail со вкусом малины. Которая сделана на основе джина и разливается на нашем российском заводе. Ее я пока не пробовал. И если она будет похожа на российский розлив джина, который мощный джиновый. В противовес легкому такому вот прям нежнейшему английскому розливу. То я прям вангую, что она мне понравится больше. Хотя это можно пить. Это неплохо. С тоником в каких-то простых коктейлях. Это будет хорошо. Ну и давайте вот этот самый ароматизированный. Ну прям очень ароматизированный. Прям даже как будто жвачка. На вкус. Ну на вкус гораздо жиже. Да. Кисленько-сладенький. Тоже вот какое-то ощущение малины с бубльгумом. Либо бубльгумная жвачка. Либо какая-то конфета. Чупа-чупс. Ну по аромату, если бы не вот это ощущение жвачки, он бы действительно мог быть фаворитом. Этот больше всего напоминает джин. Здесь есть цветочные ноты и очень мощный джиновый вкус. Который да резкий, да насыщенный, да мощный, острый. Даже в сравнении вот со всеми этими сухой. По аромату немножко я хотел бы больше насыщенности именно ароматом малины. Но по вкусу все великолепно. Этот самый жидкий, самый невнятный. К сожалению, он меня разочаровал. Ну и белый джин. С ним все бы было хорошо. Если бы он не был таким сладким. 43 градуса. Ну 43 градуса, конечно, чувствуется. Но за счет сладости они очень сильно смягчаются. Ну, White Linail, да, это красненький. Тут как бы вопросов нет. Я подозреваю, что вот это джин Гринлс. Если это так, к сожалению, он меня разочаровал. Базовая версия, сухой джин, мне понравился гораздо больше. Я думаю, что это Гринлс. Также английский джин, 37 градусов. Он действительно жидкий. По аромату очень приятно. Ягодный, приятный. Но очень много спирта. Все правильно. Это Гринлс. И теперь вот наши российские образцы. На самом деле, российские образцы в данном сравнении, они прям удивили. И есть подозрение, что это Брун, потому что у него в составе, вот сейчас вот вы удивитесь. Состав. Вода исправленная, спирт и телевый с пищевого сырья, сахарный сироп. Сахар на третьем месте. И вот эта сладость его выдает. Очень сильный аромат. Все правильно. Фиолетовый джин. Очень сильный аромат. Действительно приятный аромат. Действительно мощный, насыщенный. Сейчас я все это попробую в джинтонике. И посмотрим, насколько этот аромат останется. Останется, потому что... Ну вот прям... Прям очень много аромата. Во вкусе этого нету вообще. Пить можно. Точно лучше Гринлса. Ну, примерно на одном уровне я бы его поставил. С Вайт Линейл. То есть вот эти два джина. Заслуженное второе место. И джинтон. Вот прям фаворитик. По аромату. Спиртуозность, конечно, 37. 37 и 43. Здесь спиртуозность больше. Но он больше всего напоминает джин. За что, конечно, огромное. Вот за эту бутылку я на самом деле могу поблагодарить официальный бренд, который мне прислал. И вот одну бутылочку у меня уже выиграли на предыдущем стриме. Прям молодцы. Хороший продукт. По вкусу это... Это, конечно, небо-земля. Здесь чувствуется сухость. Здесь чувствуются ягоды. Здесь чувствуются все составляющие. Он нифига не мягкий. Он жесткий. Но он вкусный. Во вкусе много всех составляющих. Здесь у нас по составу. Спирт. Ароматный джинтл. Плоды можжевельника, малина, брусника, клюква, кориандр, дягель. Сайган де ля. Вот та самая цветочная нота. Цедра грейпфрута, цедра лимона, листья лайма. Кардамон в зеленых зернах. Корень солодкий. Вода. Настой спиртованной малины. Сахарный сироп. Растительный экстракт малины. Сок черной моркови. Это по красителям. Здесь чувствуется, что сахар есть. Но его гораздо меньше, чем в этих двух представителях. По поводу Гринлса. Спирт. Высшей очистки из пищевого сырья. Вода демерализованная. Натуральный растительный экстракт. Можжевельник, дягель, кориандр, ежевика, малина и другое. Здесь сахара нет. И, ну, блин, очень-очень спиртозный. Что по аромату, что по вкусу. Самый жидкий, самый невнятный. И мной он был приобретен в сети ОК за ценник около 800 рублей. Пожалуй, эти деньги он стоит. 800 рублей за 0,7. Нормальный джин. Хотя, тот же Баристер бывает примерно за эти же деньги. Ну, единственное, в Таре 0,5. Насколько была прикольная белая версия. Действительно прикольная. И она меня удивила. Там аромат значительно уступал вкусу. Здесь аромат значительно опережает вкус. Вкус, это, пожалуй, слабое звено этого джина. Давайте, конечно, сделаем джин-тоник. Один из самых любимых изи-миксов. И вот летом, если смешаете джин с каким-нибудь тоником, который сейчас на самом деле представлен достаточно широко. И мне, ну, я и сам как бы люблю этот тоник. Мне очень рекомендовали тоник Рич. Я предлагаю сделать этот замечательный коктейль в пропорции 1 к 3. Одна часть джина и три части тоника. Начнем, конечно, с правой руки для меня, с левой для вас. Гринлс. Джинтл. Брум. Ох, насколько он великолепно и мощно пахнет. Я надеюсь, что этот аромат в джин-тонике не пропадет. Если пропадет, уже начнутся вопросики. Ну все, по 40 миллилитров наших алкогольных ингредиентов. Осталось только накапать безалкогольную часть. 120 миллилитров тоника. Либо тоник Рич, либо тоник Черноголовка. Из российского сегмента. Очень достойные продукты. Ну все, 120 мы отмерили. Теперь можно смело ровнять по этому уровню. В защиту Брума хочу сказать, что аромат идет. То есть при добавлении тоника он прям раскрывается. То же самое, кстати, могу сказать о джинтле. Вот я добавляю тоник, и я чувствую яркие ноты можжевельника. Это прям великолепно. Это мне очень нравится. Добавим кубики льда в наши коктейли. И что мне рекомендовали еще добавить цедру лимона. Это должно усилить аромат. Ну, можно как раз этой цедрой слегка перемешать в коктейль. Трубочку я не хочу использовать в этот коктейль. Потому что для меня джинтоник это что-то такое простое, легкое. Что можно просто налить из двух бутылок на глаз. И это будет вкусно. Попробуем. Начнем с White Linail. Да, аромат малины остался. Очень приятно. Вот осталось это малиновое варенье. Прям хорошо. Прям вкусно. Единственное, что, конечно, по мне немножко сладковато. Сладковато. Этому нужно дать отстояться. Либо добавить не три части тоника, а две части тоника. И одну часть газировки немножко компенсирует уровень сахара. Который здесь должен быть указан. Девять грамм сахара. Ну, многовато, многовато. Это почти бальзам. В Бруме, кстати, восемь грамм сахара. Джинтл может похвастаться уровнем сахара. Который не указан на этикетке. Но, так как сахар здесь есть, здесь есть килоджоули. Что, на самом деле, ни о чем не говорит. Но сахар здесь не указан. То есть, он добавлен чисто так вот. Для вида. Брум. Да, аромат остался. Пахнет бубульгумом. Пахнет ежевичной конфетой. Осталось ощущение жвачки. Осталось ощущение... Ну, на самом деле, это ощущение даже сейчас переходит в легкую химическую ноту. Омывайка. Средство вот какое-то вот. Такое вот для рук. И потом немножко добавили, сбрызнули. Можно пить. Но, пожалуй, аромат. Аромат и вот ощущение совсем не соотносится с джинтоником. А вот какой-то цветочный ликер. Попробуем джинтон. Ну, здесь уже чувствуется джин. Здесь уже чувствуется тоник. По сравнению с предыдущим, конечно, аромат не такой насыщенный. И здесь он даже, наверное, немножко подзабивается. Приятно. Хороший джинтоник это именно джинтоник. Если здесь просто тоник с каким-то ликером, который, ну, так же сладкий, как вот первый образец. Потому что сахара 9 грамм, 8 грамм. Оно чувствуется особенно в сравнении с более сухими. Гринолс. Здесь также осталось только ощущение малинового джема, малиновой пенки, малинового варенья. Джина не чувствую. Собственно, этот джин не чувствовался и вот в этой бутылочке в первой дегустации. Самый джиновый, конечно, здесь ощущается. Малина. Цветочки. Вот этот вот Сайган Дайля. Я сейчас его стал узнавать, потому что мне отправил Алдар. Победитель одного из стримов, которому я отправил, если не ошибаюсь, биттер Ангастура. Может быть, ошибаюсь. Он мне отправил чай Сайган Дайля. И я сделал биттер. У меня... У меня этот биттер вот остался в этой бутылочке. Ну, здесь, конечно, смесь. Здесь не только Сайган Дайля. Здесь цитрусовые. Ой, что я там только не накидывал. Классная штука. Я использовал его в Old Fashion, в Мартини, во все эти коктейли. И вот я уже начинаю узнавать этот аромат. Приятный, вкусный. Да. Ну, по поводу джин тоника. Если вам нравится просто очень сильный аромат, без какого-то вкуса, то есть вот этот джин смешать со льдом, будет, наверное, вкусно. Добавить чего-то сухого, чего-то цитрусового сока, дополнительных ингредиентов, потому что вкуса здесь мало. Если вам нравится тоже вот кисло-сладкая смесь, Whitely Nail вполне неплох. Не знаю, насколько наш российский розлив отличается вот от английского, но если брать за пример сухие джины, отличие было просто огромное. Гринлз, вообще аутсайдер, это, пожалуй, самый неудачный джин из серии малиновых, которые я пробовал. Джинтл, Кловер Клаб. Это джин, это мощный джин, это насыщенный джин. По аромату здесь гораздо меньше вот этих вот цветочных нюансов, вот этого вот аромата, вкуса, чем в базовой версии. То есть базовый джинтл просто великолепен. Он сразу вот на уровне даже просто открыл бутылку, расчехляется на раз. Брум я, пожалуй, больше не возьму. Все-таки базовая версия мне понравилась больше, и базовую версию я могу рекомендовать гораздо больше, чем вот этот вот розовый ароматизированный джинтл. Ну, по мне, пусть даже и дорогой, но один из самых лучших российских джинов. Розовый джинтл вам понравится. Если вы любите именно ноту можжевельника, именно специи с легкими нюансами ягод, это точно наш вывод. Гринолс вообще не выдерживает никакой критики. Если бы мы не просто налили этот джинт в закрытую, я бы сказал, что это какой-то российский новодел. Вот эти вот фляжечки-бутылки, которые просто с ароматом малины, ежевики или еще чего-то. Ну, аромат, да, аромат приятный, но по вкусу это просто спиртозная, достаточно водянистая жижа. Спирт чувствуется очень сильно, и даже вот в сравнении джинтл окта, вот, пожалуй, примерно тот уровень. Ну, здесь, конечно, больше аромата. В общем, с вами был Дмитрий, канал Mixdrink. Ставьте лайк, подписывайтесь, указывайте ваше мнение в комментариях. Самое главное, будьте здоровы. Всем пока! Ваше здоровье!